Здравствуйте. Елена Львовна, я знаю, что вы руководите Советом замещающих семей Тверской области. Как правильно организация называется? Я являюсь действительно руководителем, председателем Совета Тверской региональной общественной организации Союз замещающих семей. Елена Львовна, я знаю, что юридического понятия замещающие семьи не существует. Что такое вообще замещающие семьи? Действительно, мы когда организовывались, мы долго ломали голову, как же назвать, как одним словом называть все семьи, которые берут в свою семью детей бывших, да, сирот уже. Мы объединяем и опекунов, и приемных родителей, и усыновителей, то есть усыновители те, которые не скрывают факт усыновления, и патронатных воспитателей, да. То есть это целый пласт людей, которых под разными формами берут деток в семью. Почему я спрашиваю? Потому что многие люди, которые, ну, с этим близко не сталкиваются, для них существует одно понятие – усыновление. Совершенно верно. На всех уровнях власти только и слышишь, что говорят об усыновлении. Но дело в том, что это действительно приоритетная форма для ребенка, когда родитель берет полностью всю ответственность на себя, и все риски, все, так сказать, нюансы, и имеет полное право родителя полноценного на этого ребенка. То есть он дает ему свою фамилию, и он считается… Он даже может скрыть дату рождения, ну, там, плюс-минус, конечно, небольшие какие-то отклонения, чтобы скрыть именно таинство такого усыновления. Ну, то есть такие люди, как правило, не афишируют, что у них дети усыновлены. В большинстве своем дам, хотя вот опыт общения с другими организациями, в частности, вот с общественной организацией Новосибирска, усыновителей, да, я с ними тоже согласна, и они по опыту своей жизни, они пришли к тому, что не стоит скрывать усыновление, потому что, к сожалению, в какой-то переходный возраст, например, да, случаются такие ситуации, когда какой-нибудь «доброжелатель», в кавычках, да, обязательно скажет. Вот именно тогда, когда никто этого не ждет, никто к этому не готов, ни ребенок, ни родитель. Вот, поэтому мы все-таки, ну, говорим родителям, что лучше сами, когда вот ребенок вас любит, когда у вас полная гармония и дилия, скажите сами, да, что вот есть дети, когда рожают физически, а есть дети, когда рожают сердце. Елена Львовна, но это усыновление. Вот другие формы, если можно объяснить как можно кратко и понятно для зрителей. Я понимаю, там юридические тонкости, нюансы. Ну, смотрите, значит, кроме усыновления, такая большая форма – это опека. Вот есть опека кровная, когда сотрудник по опеке не представляет труда найти там тетю, дядю, бабушку, дедушку и уговорить их взять своего внука, племянника под опеку. Это, в общем, достаточно обычная практика. Но вот более уже сложная форма устройства ребенка в семье – это приемная семья. То есть это опека возмездная, когда чужого человека, да, совершенно никак не связана с этим ребенком, живущим в параллельных мирах, не знающим друг о друге, ничего уговаривают, да, кто-то уговаривает, или человек сам к этому приходит, что он готов кому-то подарить свою любовь и тепло. И это вот, как правило, приемные родители, патронатные воспитатели. Патронатные воспитатели. Обычно становятся бывшие педагоги, ну, не бывшие, а, может быть, и реально работающие педагоги, воспитатели в приютах, детских домах, бывшие соцработники какие-то, да, вот, они берут уже подростков в свою семью, так сказать, на патронатное воспитание, потому что, как бы, то есть этот ребенок может проживать в семье, может не проживать в семье. А вот приемная семья действительно полностью заменяет семью, берет в свою семью чужого ему ребенка и старается его полюбить. Ну, иногда старается, иногда сразу это происходит, то есть это уже все индивидуально происходит, адаптация. Вот, старается полюбить и ребенок, да, также старается полюбить чужого человека, как и родного маму, там, как и родного папу. Это процесс, конечно, длится порядка двух лет, как говорят психологи, то есть это не быстро происходит, но это происходит действительно. Ну, а чем ваша организация занимается? Вы общаетесь там, как там, опытом обмениваетесь, ездите друг к другу в гости? Совершенно верно. В 2009 году, собственно, первых 10 семей объединились для того, чтобы помочь друг другу, да, как-то порешать. Вы знаете, даже просто посиделки за чашечкой чая и поговорить о том, что, оказывается, у меня такая же проблема, у меня такая же проблема была, но я уже ее решил, она уже помогает очень многим. Вот, а сейчас, конечно, когда, естественно, организации больше, когда мы видим уже спектр проблем какой-то, вот он имеет тенденцию, да, определенную, мы, конечно, выходим на различные уровни власти, озвучим эти проблемы, и мы действительно помогаем, то есть и заключаем договора с юридическими организациями на обслуживание, да, потому что очень в многих семьях возникает вопрос жилья у детей, да, как поставить на учет, как вообще жить ребенку там, где прописано его несовершенно, где прописано его, допустим, мама лишенных риски прав, или куча родственников, или вообще неизвестных людей уже прописано. Ну, там очень много вопросов возникает юридических, поэтому, да, заключаем договор, юристы профессионально оказывают помощь нашим семьям, психологическое сопровождение тоже, да, постоянно стараемся оказывать семьям. К сожалению, вот наш новостной формат не позволяет задать мне все вопросы, которые я хотел бы, вот из них, к примеру, насколько сложно, вот многие, может, имеют для себя такую идею, но боятся чего-то. Я вот могу даже приоткрыть завесу тайны, что у нас на телеканале Апрель Медиа будет целый цикл передач с вашим участием, вот, ну, пока еще неизвестно, когда, но что называется, следите за анонсами. Спасибо большое, Елена Львовна. Спасибо за сотрудничество, будем надеяться, что мы еще встретимся. А я напомню, у нас в гостях была председатель Совета Союза замещающих себе Тверской области Елена Горбачева.